Всем привет! 5 часов вечера, я только сейчас закончила все свои дела. Хотя закончила, это не то слово, потому что я сейчас закрывала перца, снимала на видео, вот 5 баночек уже закрыла. Но прикол в том, что мне не хватило крышек. Вчера Диана покупала крышки, я тоже хотела купить, и потом думаю, ладно, там у меня есть, но вот еще вчера компоты вот эти закрывала, и получилось так, что крышек мне не хватило на перец. Банки вот тут уже постерилизовала. Вечером еще будем закрывать. Сережа где-то в 12 часов дня уехал с детьми туда, где Аня к маме. Они стенку там строят, я сейчас тоже к ним поеду. Я хотела, чтобы Сережа, конечно, меня отвез, но они там работают, переодеваться, это все. Я говорю, ладно, давайте я сама приеду. Банки наши еще вчерашние пока не остыли с компотиком. Так что завтра, скорее всего, будем убирать. Еще у меня помидоры вот тут на очереди. Не знаю, когда я все это буду делать. Чтобы штатив убрать, а то сейчас дети, когда придут, они его постоянно крутят, что-нибудь опять ему сломают. Так что вот так. Сейчас я все это оставляю в таком виде и еду к ним. Там возьму уже крышки у Дианы. Хотя можно, в принципе, было купить, но ладно, что мне тут штуки 3-4 крышки нужно. Вечером уже с Сережей дозакрываем. А так с утра я что, монтировала видео, выгрузила вот и занималась стерилизацией банок, вот пока закрывала перцы. Можно сказать, что этот рецепт моя мама сама выдумала. Она всегда изменяет что-нибудь там, когда закрывает, что-нибудь сама придумывает. И вот сколько лет мы уже закрываем вот так перчики. А зимой очень вкусненько. Открыли, нафаршировали и вперед. Кстати, я говорила, что я не могу закрывать своей закрывалкой. Вот сегодня пришлось научиться. Не, в принципе, когда Сережи нету, я могу закрыть. Ну, просто мне очень тяжело. Я привыкла крутить просто в одну сторону, а там нужно в другую сторону. Поэтому из-за того, что она полуавтомат, непривычно как-то. Ладно, сейчас все накрываю. Сейчас полотенцем теплым, одеялом вернее, еще накрою и уже пойду. Потому что меня все уже ждут. И дети тоже соскучились там. Зато я чуть-чуть отдохнула. Хотя отдыхом я бы это не назвала, но, по крайней мере, мой мозг чуть-чуть отдохнул. Ладно, все, собираюсь, ухожу. Я уже пришла, и тут такие изменения. Круто. А это новая, да, труба? Ага. Теперь она всегда будет стоять, да, или как? Что, Марья? Соскучились по мне? Данката поднимали. А? Крыши. Что, крышу поднимали? Данката подняли. Она не влазила, но ее на сантиметр данката подняли. Там Витя внизу этот цемент делает дрелью, ничего нормально не слышно. А ты что сидишь кушаешь бублики? Не вижу. А? Теперь на рабочем. А, Витя? Все понятно. Ты знаешь, Серёж, я сейчас вот приехала и думаю, а что я дома не осталась? Могла же остаться, там видео помонтировать. Поздно, детка. Поздно, детка. Ну, поздно тут. Мы сначала подняли у стока. Потом пришел Алексей. Да. Пришел Алексей, у него вот так. Говорит, Алексей ни черта не видит. Говорит, встань так. Он вот так. Аккуратно. Поломался. Срочно? Ну да, тут еще поднимется хоть пол на где-то на 10, да, сантиметров? На 5-10. 10 сантиметров. Ну, это высоко уже, правда, было. 5 сантиметров пенопласта. Вот как раз сюда окно поместится и нормально будет. Окно от края до края. В принципе, вы нормально сегодня построили, да, Диана? Я думаю, меньше мы рядом. Смотри, там ряд мы сделали. Что? Ну да, один ряд, а здесь раз. Вот, Диана, вот это все, смотри, делали. На один ряд меньше. Ну и трубу перенесли, вот эту. А, и там у нас, да, ты что? Там у нас наверху дранка. Это пока отбивали. Знаешь, сколько сегодня этих отсюда? Слушай, окно большое будет. Ну да, в принципе, оно такое есть. Я знаю, что сейчас Сереже говорю, Диана? Вот я сидела, ну, не сидела, закрывала, а сейчас говорю, пришла. А в принципе, зачем я пришла? Не знаю. Просто, чтобы вас увидеть. Я уже не могу без вас, да? Не смотри, Диана. Если честно, Диана, я расстроилась, что у меня крышек не хватило. Я вообще вчера не подумала, что... А я тебе дал крышки? Да, я знаю, но я не подумала вообще, что мне нужны крышки. Но ты вчера же компоты вот закрыла, и тогда у тебя ушло. Ну я тоже так даже, видишь, мне одно закрыли, второе, что-то вообще забыла. И никогда семь крышек у меня осталось. Даже с головой вылетело. Максим, давай ты с рук слезешь, пожалуйста. Мне очень тяжело тебя держать. Ты соскучился? Максут? Я же горький перец у нее перекрутила, и все, посмотри на мои руки теперь. Мои руки после вчерашнего компота я тоже чистила перед тем, как видео снимать про перца. Это невозможно было. Я знаю. Я знаю. У меня локи закончились. Витя, неси блоки. Все, уже все убираем. Мальчики закончили вот так вот пока сделано. Не знаю, там видно, не видно. В принципе, нормально. Завтра уже, говорят, окно будут ставить. Да, вон там. Ой, Диана, я сегодня так испугалась. Мы вот этим домкратом. Когда поднимали. Да, они не могли так засунуть. Это штука, домкрат или как это? Домкрат. Они поднимали эту штуку. Я даже ушла, честно, я до конца не смотрела. Потому что я думала, там оно не влезет. А я, они вот так, видишь, доски. Ну, такие досточки. Рейки или как это. Они отбивали. Я вот здесь собирала, ну, мусор здесь и внизу. Чтоб, знаешь, это там гвозди были. Наступила, знаешь, как на гвоздь проткнула. Ногу? Да. Ничего себе. Надо аккуратно. Не, я берегусь всем это не знаю. Сейчас Максим так опалит, сударю ужас просто. Дети на Диану сегодня обиделись за то, что обувь не купила Диана им вот эту вот светящуюся... Диана, ну я завтра сказала, просто я думала, может, эти тратим все. Ну, как это за что-то, фактические прописи. Да, нам написали там в школе, что нужно купить. А вот, если честно, пока мы одно закрываем, как я сюда встала, клянусь, я тебе не включила. Я вот так же, я то же самое. Я пока видео монтировала, пока банки стерилизовала. А 200-300 килограмм были этих сливок, плюс свои 2-700 помидоров у меня было. Другие, ты помнишь, что он сказал? Мы же тоже ошибли эти, которые у меня были помидоры. Вот эти 2-300, да, сколько-то, не помню уже. 2-500, 2-700. И здесь говорю, у нас еще те, почему позвонили прийти помидоры? У нас ни одного помидора нет. Нет, да, помидоры принесла на салат. Мы подумали, гулять так гулять. Ну, так же и я завтра буду уже закрывать помидоры. Нет, ну, мне еще надо взять хотя бы по 5 килограмм помидоров, чтобы так закрыть. Хотя бы. Как нам пишут, зачем вам столько? А то, что у нас семья большая и мы носим, там, допустим, в гости пойти или гости к нам придут. Даже изначально одно. У меня было сливок 11-300. Из 11-300 у меня литровых банок, которые дольками получили 6 штук. И сколько этих, которые перекрутками сделали, даже не помню уже. Там штук 6 тоже 7. Нет, 2 литровки, остальные пол-литровки. Не помню сколько. Ну, что это? Если ты открываешь банку, ну, например, подливки, то это все уже. Ну, да. Ну, пускай два дня. Что там детей-то кричат? Это Витя купает детей там в бане. А, это Владико голову, наверное, он снимает. Наверное. Так что это для нас ничего. А, Витя, вот я почему, я хотела соленые огурцы, ой, помидоры закрыть. Витя их так, говорит, не ест. Лучше, говорит, открыть с помидорами их зимой поесть. Они как натуральные выходят. А, вот эти, которые как дольками. Ну, мы называем дольками. Это тоже моя мама рецепт придумала. Я потом покажу сейчас. Я знаю, что подумать, Анна. Перец мы закрыли. О, ладушок поднимается. Давай, заходи. Все, искупались. Сейчас будет она их переодевать. Мы тоже уже поедем. В принципе, все сделано на сегодня. Все нормально. Отгородили от детей, чтобы они сюда не лезли. Вот эти помидоры, которые они сегодня закрывали. Мы так называем их дольками. В принципе, там что, просто бланшированные помидоры. Почистить их от шкурки и постерилизовать ванночки. И все без соли, без сахара, без всего. Очень вкусно. Зимой открывать. Допустим, с яйцами жарить. Или еще что-нибудь. Все. Сейчас Сережа переоденется, и мы пойдем. А тут что у них? Целая баррикада стоит. Сейчас посмотрим. А, это компоты вчерашние. Все понятно. Ладно, поедем мы домой. Мы уже собираемся ехать домой. Вы только сели в машину. Уже пол девятого. И пятнадцать градусов. Это очень холодно. Я даже Сережину рабочую куртку одела. Нет, честно, мне прохладно. А мне прохладно. Давай, садись, Марикос, пристегивайся. Все, поедем домой. Сосиска. Что сосиска? И сосиска. Ты и сосиска. Замерзшая сосиска? Да. Я сама как замерзла. Ужас. Мы уже дома, и я дозакрываю перец, который у нас остался. Вот крышки взяла. Всего лишь три банки получилось. Две трехлитровые, одна двухлитровая. В принципе, тоже нормально. Сейчас уже скоро первую банку буду сливать. И в итоге сейчас сама буду закрывать. Потому что Сережа искупал детей в ванне. И сам полез. Кайфуешь там, да, Сережечка? Я тебе завидую. Максим говорит, а я строю. Я ему Лего дала, чтобы он там тихо сидел. Молча, можно сказать. Хотя это чревато последствиями. Лего убирать это жесть, конечно. Все, сейчас закрою эти баночки. И в принципе, на сегодня я свободна. Завтра Марика в школу. Потом мне еще надо в РИО на права вот это вот все сдать. А, еще купить прописи, что учительница там написала. Мы сегодня хотели купить, но решили с Дианой завтра все это сделать. Потому что, в принципе, когда с утра мы были заняты, а потом уже все магазины закрыты. Перцем на зиму мы обеспечены. Тут чайник у нас шумит. Еще стиралка стирает. Не знаю, слышно вообще что-то будет или нет. В принципе, что? Все, вот сейчас закрою. И уже будем ложиться спать, потому что почти 10 часов. Ну, ложиться спать это громко сказано. Дети будут спать. А я пока еще монтировать видео буду. Хотя, в принципе, может быть, тоже ванну приму. Я там, Сережа, соль голубую насыпала. Да, Сережечка? Хрень какая-то говорит. Кайфуешь там? Я тоже хочу. Но пока нужно закрыть. Ладно, на этом я уже попрощаюсь. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok